Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу, мы начали новый цикл изучения письменной Торы. Мы в Симхат Тура начали изучать недельную главу Берещит, про которую мы сейчас с вами поговорим. Интересно, что год мы начинаем с Роша Шана, с первого Тишрея. Новый цикл изучения пяти книжья мы начинаем с 22 Тишрея, почти в конце месяца, в праздник Симхат Тура. Немножко странно, почему нельзя начать изучение, начать новый цикл изучения пяти книжья, чтобы он совпал с Новым годом, так удобно, Новый год, новый цикл изучения пяти книжья. Почему так все странно и как-то вот нужно объяснить? Говорят нам наши мудрецы, что все очень даже не странно, а все очень закономерно. Ведь обратите внимание, человек был создан на шестой день. Мы читаем в главе Берещит, что Всевышний создал в первый день, во второй, в третий. Человек был создан в конце, на шестой день, а потом был Шаббат. То есть, другими словами, Всевышний подготовил этот мир для нас с вами, для людей. Он создал звезды, он создал солнце и луну, он создал животных и так далее, и так далее. Всякие духовные творения, материальные творения. Он создал всю вселенную, вначале все для нас подготовил, для нашей службы Всевышнему, чтобы мы могли сделать то, что от нас требуется. А потом создает уже нас. То есть, пять дней подготовка, шестой день человек. Точно так же и сейчас происходит с новым изучением нового цикла Письменной Торы. Вначале мы прошли пять дней, два дня Рошашана, мы прошли Йом Кипур, мы прошли праздник Сукот, Йом Тов первый, мы прошли последний Йом Тов Сукот, Шмени Ацерет, пятый день. И когда мы прошли весь этот цикл подготовки, именно сейчас мы можем начать изучать книгу Берещит и так далее, все главы одна за другой. Нужна подготовка. Вначале мы готовимся, проходят все этапы Рошашана, Йом Кипур, Сукот. И когда мы уже очистились и поднялись духовно, сейчас можно начать изучать Тору заново. Пять дней творения, пять Йом Товых, которых мы с вами пережили и поднялись духовно. Поэтому мы начинаем изучать пяти книжья не только с задержкой, а после большой подготовки, точно так же, как нас Всевышний создал после большой подготовки пятидневного цикла, который был до сотворения человека. Итак, недельная голова Берещит. Мы можем здесь выучить два очень больших урока. Первый, который все знают практически, а второй, он менее известен. Какой первый, который все знают? Это молитва. Написано в Торе, что Всевышний все создает. Первый день, второй, третий, четвертый, пятый. Создает это все весь этот прекрасный мир. Но трава не растет. Ничего не начинает свой рост. Пока что, пока не появился человек и не начал молиться. Так написано. Всевышний не посылает дождя. Ничего не происходит. Почему? Еще нету человека, который будет молиться. Уже все готово. Но Всевышний как бы в кавычках не может начать процесс роста, пока мы не начнем молиться. Так устроено мироздание, что без молитвы ничего никогда у нас не будет. Поэтому мы молимся трижды в день. И там мужи Великого Собрания создали для нас седур. Все молитвы, там, 19 благословений. Все четко, правильно и с великой мудростью написано, чтобы мы охватили в наших молитвах все сферы нашей жизни. Потому что без молитвы ничего не происходит. И даже Всевышний все создал. И все готово. Но нет никакого роста, никакие там растения, ничего не растет, пока не придет человек и не запустит все мироздание своей молитвой. Этот урок знают, ну, наверное, все. Но вторую вещь, которую здесь пишет Раша. Что не только не хватало молитвы, а не было человека, который макир бетуваттамши лякшамин. Нету такого творения, не было человека, который может понять и осознать, что вот Бог дает мне дождь, который запускает рост. А вон растут растения. Вот растут пшеницы, я смогу кушать. Вот мои животные, которые мне помогают жить. Всевышний не может, опять же, в кавычках, и не хочет, и это неправильно делать что-то, какое-то благо, что-то хорошее, если никто это благо не может воспринять и понять, что это все от него. Зачем посылать дожди, зачем это все запускать, пока нет человека, который осознает, что есть Творец, и он это делает для нас, чтобы мы могли жить хорошо, чтобы нам было хорошо. То есть, первое правило, мы сказали, нужно молиться. Человека не хватает, как того, кто единственный может помолиться и это все запустить. Это знают все. Но второй пункт, который приводит Раши, он намного менее известен. Что Всевышний не дает блага, пока нету кого-то, кто может это воспринять и осознать, что есть Творец, который помогает своим творениям. И это только мы, которые можем это все воспринять. Пока нету человека, незачем давать. Пока человек не осознает, что это все Всевышний, это все он сотворил, Всевышний не хочет, чтобы был рост и что-то происходило. И это очень важный урок. Потому что Всевышний в наших жизнях иногда мы не понимаем и не осознаем, что что-то нам дает Всевышний очень хорошее. И поэтому Всевышний как бы не может продолжать нам это давать, пока ты не понимаешь, что Бог тебе это дает. И это очень важные два урока. Всегда молиться и всегда благодарить и осознавать, сколько хорошего Всевышний нам дает. Сколько хорошего Творец готов сделать для нас своих творений. Это два важнейших урока, которые мы учим из Раши в нашей недельной главе. Спасибо большое за внимание. Всем шабуа то. Субтитры сделал DimaTorzok